девчули всем огромный огромный приветик и я знаю что вы любите подобные ролики ногти мега мягкие поэтому их нет смысла спасать и мы будем полностью убирать длину и делать наращивание первым делом я сняла остатки старого материала здесь было укрепление неудачное и пилю свободный край потому что при постановке форм свободного края быть не должно но в любом случае так делаю я многие мастера наращивают на длинный родной ноготочек чтобы избежать от слоек я приступаю к маникюру поэтому пушером приподнимаю кутикулу и фрезой пламя с красной насечкой диаметр у нее 27 на реверсе я начинаю вычищать птеригий аппарат работает у меня приблизительно 17 20 тысяч оборотов чаще всего я работаю на реверсе только в одну сторону но бывают моменты когда я работаю и на форварде но обычно это с очень глубокими валиками и посмотрите что я здесь обнаружила отросший кусочек ногти по хорошему это срезать нельзя но я срезала и доложу туда материал чтобы при отрастании точки в роста восстановились и вот этот бугорок срос на место аппаратом я обычно прохожусь в два этапа и после первого получается я беру кусачки в данном случае от сталикс и аккуратненько стараюсь срезать кутикулу этот пальчик у нас получается ходовой на него упирается ручка поэтому есть небольшая мозолька материалы и фрезы у нас сегодня будут из магазина мир шарма я поменяла фрезу на более тоненькую и уже зашла в те места где моя толстенькая любимая 2 и 7 не подлезает убрала остатки птеригия и зашлифовала боковые валики для удобства вычищения я постоянно кручу и верчу ручку от аппарата убираем полностью пыль и хорошо обезжириваем ногтевую пластину вы могли заметить то что на ногте присутствуют черные полосочки это лопнувшие капиллярчики от каких-то физических манипуляций то есть от удара или срыва как раз таки геля после обезжиривания тоненьким слоем наношу праймер базу под гель я сегодня буду использовать от арбекс тоненький тоненький втирающий слой если же вы используете однофазный гель то базовый слой можете сделать именно им я подстраховщик поэтому всегда использую базу от гель-лака или специально для геля далее максимально ровно я стараюсь подставить форму для наращивания они у меня узенькие бывают разных фирм рунейл и риск или вообще фирма может быть даже не написано до при постановке форм могут быть зазоры поэтому я выложу именно туда гель и зажму ноготочек я уже работала не один раз фирма или паза этот новый цвет персиковый возможно он конечно не новый но я его впервые увидела и решила попробовать это бюджетная фирма но гели как бы не дают от слоек у меня все девочки ходят с ним отлично но опять же если соблюдать все правила беру капельку геля этот гель камуфлирующий и выстраиваю подложку ставлю между своим ноготочком и формой крученными движениями чтобы капелька геля у нас не убегала я выкладываю подложку обязательно где у нас есть зазоры между формой и родным ноготочком тоже выкладываю материал этот гель в отличие от сакуры тоже ильпаза цвет сакура он немножечко пожиже то есть он получается камуфлирующий самовыравнивающийся и можно сделать я думаю без опила гель сохнет в лампе моей саны x где-то около минуты поэтому где-то на 30 40 секунде я достаю ручку и зажимаю как раз таки там где у нас были зазорчики приблизительно в точках в роста сильно на ноготь не давлю зажимаю только гель но и покажу еще раз на одном ногте подставляя форму беру капельку геля и формирую подложку ее можно делать как на пол ногтя так и на весь ноготь но самым важным этапом главное чтобы вы материал положили хорошо в точках в роста потому что именно там происходит слом чаще всего далее нам нужен архитектурный слой вообще тот слой из-за которого будут носиться ногти можете сделать его высоким а можете сделать его тоненьким и низким техника у меня такая же как при укреплении гелем натуральных ноготочков я ставлю капельку и подгоняю ближе кутикуле то есть я нажимаю на сам вот этот шарик из-за этого гель сам получается подтягивается в нужное мне место если же на прошлом этапе вы где-то что-то не доложили то в этот раз вы можете спокойно доложить потому что пилить мы будем уже после этого слоя самое большое количество материала у нас находится в стрессовой зоне не забывайте что возле кутикулы у нас должно быть очень мало материала перед просушкой я обязательно переворачиваю ручку клиента чтобы гель начал самовыравниваться в принципе ногти уже готовы к пилу поэтому я их хорошенечко обезжириваю беру пилочку и соответственно начинаю пилить если очень постараться то реально выложить материал так что вам придется пилить только форму первым делом конечно же я убираю какие-то сильные затеки чтобы они мне не мешали увидеть будущую форму и также для удобства я сразу спиливаю длину гель кстати достаточно мягкий именно в опиле что в принципе мне очень понравится сакура опять же он немножечко мне кажется потверже форму у нас сегодня будет мягкий квадратик поэтому чтобы она смотрелась четко я обязательно пилю боковые параллели начинающие мастера пожалуйста не пилите форму слишком узко вы можете перепилить родные точки в роста и на восстановление потребуется ну минимум три месяца как вы знаете я не пилю полностью ноготь поэтому толщину я выпиливаю из под ногтя фрезу можно взять любую я беру керамику с синей насечкой можно взять иглу или любую другую но явно не алмазную я напоминаю что толщина не должна превышать толщины кредитной карточки ну и все когда ногти наши полностью готовы я хорошенечко убираю пыль с ручек клиента и обезжириваю ногти беру цветник от арбекс номер 134 этот цвет у нас будет находиться всего лишь на нескольких пальчиков и девчонки обязательно досмотрите ролик до конца потому что там я для вас приготовила как крепить фольгу и еще пару дизайнов в общем оставайтесь обязательно и досматривайте до конца а в качестве дизайна мы сегодня не заморачиваемся и наносим жидкую фольгу от фирмы винс я еще кстати не встречала жидкую фольгу такого цвета серебряно-сиреневая очень красивая я нанесла ее в два слоя не растекается не убегает я наношу ее тоненькой кисточкой топ у нас сегодня бриллиант от арбекс консистенция такого топа достаточно жиденькая но выравнивающим слоем достаточно легко нанести отправляя в лампу и вот что у нас получилось в любом случае надеюсь мы ноготочки наши спасли клиентка отходит с удовольствием и придет на коррекцию ну и вот с левой стороны экрана можно понять что у нас было до уж очень клиентки не хотелось ходить с короткими ноготочками но и переходим к дизайн рассказать немножечко о переводной фольге она бывает нескольких видов это тоненькая и уже поплотнее сейчас можете заметить то что я пыталась отпечатать все это дело на липкий слой от гель-лака но у меня к сожалению с плотной фольгой это не вышло поэтому буду использовать клей для фольги крашу выкрашиваю тоненьким слоем и спустя там минуту приклеиваю фольгу и помогаю себе апельсиновой палочкой легче всего отпечатывается конечно тонкой фольгам которая не имеет какую-то основу то есть она полупрозрачная с черной фольгой пришлось уже даже повозюкаться чтобы она хорошо носилась закрепила я ее выравнивающим слоем топом далее расскажу как я креплю металлизированные украшения ну какие-то объемные украшения и стразы естественно я креплю на гель но сегодня будет не об этом вот хочу поговорить о таких проволочных металлизированных наклейках можно сказать сначала я на цвет выкрашиваю любую совершенно базу и креплю наше украшение просушиваю в лампе и снова перекрываю уже выравнивающим слоем и отправляю в лампу так украшение не будут выпирать из ногтя для глянца соответственно перекрыла все топом и вот в принципе что получилось это подобие наверное комифубиков сперва как я увидела этот слайдер дизайн я подготовила ватный диск потому что думала то что он на водной основе но не тут-то было и это очень круто это оказалось просто наклейкой то есть как по мне это слайдер нового поколения вы можете не заморачиваться и приобрести зачем приобрести у ребенка просто отобрать какие-то новогодние новогодние наклейки апельсиновой палочкой я все хорошенечко пригладила именно к цвету чтобы это все хорошенечко держалась и нигде не оторвалось не дай бог я перекрываю любой базой ну и для глянца добавляю конечно топ без липкого слоя просто дизайн пятиминутка ну и вот такие в принципе здоровские дизайны у нас сегодня получились эти дизайны скорее всего для начинающих мастеров но если вы знаете какие-то nail хаки обязательно пишите в комментарии потому что многим это очень важно ну и на этом все ставьте обязательно лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока пока